Добрый день! С вами Труняев Алексей, Целих Capital Management. Сегодня понедельник, 19 декабря. Уже наряжена новогодняя елка и у всех уже новогоднее настроение. Тем не менее, текущая торговая неделя все-таки, возможно, пронесет какую-то активность. Давайте подведем короткие итоги. До конца года остается еще две недели, но уже можно говорить о том, что индекс МВБ обновил максимум и сопротивлением выступила отметка 2250. Сейчас индекс торгуется чуть ниже. На прошлой неделе наблюдался достаточно серьезный приток средств нерезидентов, фонды, инвестирующие в Россию. Более 400 миллионов долларов. Конечно, может быть, по мировым меркам сумма не фантастическая. Тем не менее, на нашем рынке достаточно давно не было такого большого притока. И этим не в последнюю очередь обусловлены те высокие цены, которые мы увидели по Сбербанку. Выше 175 рублей. Сейчас бумага тоже торгуется на уровне 174. Газпром показал 160 сделку. Правда, уровень пока не пройден. Но также торгуется под этим уровнем. То есть в диапазоне где-то 156-159. Также энергетические бумаги Россети показывали сделки 1.32-1.33. ФСК ЕС практически чуть-чуть не дотянуло до отметки 0.21. Ну, что говорить. Большинство бумаг сейчас находится на своих локальных максимумах. Ну, три года. Это касается, опять же, еще и бумаг Новотека, бумаг Татнефти. В общем, проще сказать про те бумаги, которые не выросли. Вот акции ВТБ пока отстают. И, кстати, мы считаем, что вполне возможно до конца года может быть показан уровень 8 копеек. Поэтому, как спекулятивную идею, рекомендуем сейчас эти бумаги покупать с целью фиксации в районе 8 копеек до конца года. Идея очень простая. Как бы бумага одна из немногих, которая не выросла по итогам года, мог бы просто ее подровнять. То есть, каких-то более глубоких идей искать не стоит, но очень часто срабатывают самые простые спекулятивные идеи. А вот в индексных бумагах мы бы сейчас призвали инвесторов произвести ревизию своих позиций, посмотреть на купленную прибыль. Она достаточно неплохая и по Сбербанку, и по Газпрому, и по энергетическим бумагам. И, возможно, пока эту прибыль сейчас зафиксировать, возможно, даже постоять вне рынка неделю посмотреть. Поскольку американские индексы тоже сейчас находятся возле своих максимумов. За ближайший месяц нас ожидает процедура все-таки вступления, в том числе инаугурации нового президента США. В связи с этим также, возможно, какие-то спекулятивные всплески. Они могут произойти на текущей неделе и уже в новом году. Потому что на следующей неделе инвесторы уйдут уже на рождественские каникулы и активность упадет. А на российском рынке мы можем увидеть коррекцию по индексу МВБ, возможно, вплоть до уровня 2150. Может быть, даже ниже, загадывать не будем. Если таковая произойдет, ничего в этом плохого нет. Рынок будет все равно находиться в рамках пока что бычьего тренда. Вот еще раз подчеркну, был очень большой приток. И, конечно, такие суммы, более 400 миллионов долларов, они не могли не оставить российские бумаги на месте. Конечно же, бумаги были перегреты некоторые. Таким образом, сейчас, наверное, уже стоит задуматься о том, с чем мы вступаем в Новый год. Спекулянты уже пытаются занять соответствующие позиции по мартовским фьючерсам на доллар, на евро. По паре евро-доллар мы продерживаем все мнения, что все-таки движение будет в сторону паритета. И, возможно, в следующем году даже нас ожидает тестирование уровня паритета. Ну, с чем это связано? С тем, что, в отличие от Федеральной резервной системы, которая в последнее время демонстрирует нам ястребинные нотки в своей политике, европейский банк все-таки все еще пока продерживается политики количественного смягчения. А посему дорога по паре евро-доллар в сторону паритета. Так мы рекомендуем фиксировать прибыль по большинству позиций, в том числе по индексообразующим бумагам и в том числе по государственным бумагам с потенциально высокими дивидендами. Но те же самые бумаги мы выставляем на покупку на более низких уровнях технических, то есть по Россетям это уровни рубль 15 и рубль 13, по ФСК и ЕС это диапазон 0,175-0,185. И в случае коррекции «Газпрома» к отметке 150 или ниже также будем возобновлять эти позиции в портфелях. То есть пока что идеями на ближайшие несколько месяцев в первую очередь, конечно, являются бумаги с государственным участием, где согласно новым правилам, которые предложило Министерство финансов, бессрочным правилам выплаты дивидендов по методике МСФО или РСБО 50%, что больше. Так вот, по этим правилам определилась группа бумаг с потенциальной дивидендной доходностью выше 10%. Давайте еще раз их назовем. Это бумаги «Алросы», это бумаги «Газпрома», это бумаги «Россетей» и бумаги «ФСК». Пока что нельзя на 100% утверждать, что именно по каждому имитенту доходность будет выше 10%. Есть определенные сомнения по Россетям и есть определенные сомнения по «Газпрому». Здесь, возможно, будет попытка как-то имитентов занизить прибыль или просто прибыль, скажем так, окажется недостаточной для того, чтобы заплатить более 10% на акцию. Тем не менее, вот эти бумаги в первую очередь, ну, добавим сюда еще бумаги «Новотека» и «Татнефти» в случае коррекции. Эти бумаги, прежде всего, находятся в нашем фокусе и мы будем внимательно следим сейчас за ними в случае коррекции, будем их снова покупать. И они снова составят ядро наших портфелей уже в наступающем году. Дорогие друзья, только что вы слышали мнение Алексея Труняева по рынку. Кстати, завтра у него день рождения, вы можете поздравить, что-нибудь даже прислать в церях, подарить. Завтра же едем к Володе Левченко, у меня к вам есть просьба, если есть какие-то вопросы к Левченко, обязательно напишите, и я прочту в этом видео, прочту и точно задам эти вопросы, чтобы не получилось, как в прошлый раз, когда мы с Викторией приехали, а потом сказали, что задали вопросы, но совсем не те вопросы, которые надо было задать.